Приветствую вас. В первую очередь, я думаю, что у ребенка должен быть выбор. Я думаю, что ребенку необходимо видеться и взаимодействовать как с отцом, так и с вами, так и с вашим партнером. Вот. Если, конечно, отец хочет видеть ребенка, если отец ребенка видеть не хочет, то в таком случае вам нужно максимально и предельно четко, ясно, честно, кристально, честно быть с ребенком и рассказывать. Говорить ему все как есть про то, что происходит в вашей жизни, про то, как обстоят дела и про то, что это абсолютно нормально. Ну, повторюсь, идеальным вариантом, идеальным вариантом является то, что ребенок общался со всем и со всем своим взаимодейством, с ним проводил время и с вами и с вашим партнером. Это очень важно. Я бы сказал, что это наилучший расклад для ребенка, наиболее такой удобный расклад для его всестороннего развития. Вот. Если это невозможно, то тогда с вашим партнером нужно будет проводить коррекционную работу. Для этого хочется, чтобы ребенок мог находясь с вами, развиваться в сервисе со своими собственными желаниями, предпочтениями, склонностями, предпосылками и так далее. Чтобы не было ломки личности, чтобы не было ломки характера, чтобы не было ломки человека. Я надеюсь, что вы понимаете. Надеюсь, что вы даете себе отсчет в том, насколько это важно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Выключается этот момент в том, что именно у вас есть некоторое противоречие, судя по тому, что вы говорите. То есть именно у вас, судя по всему, есть некоторая проблема, потому что вы не знаете, как делать, как поступать. Необходимо данное противоречие поисследовать, необходимо данное противоречие изучить, чтобы оно не мешало вам и скоординировать свои действия с вашим партнером. Чтобы вы были детьми, чтобы вы были с метричным синхронным. В этом. Вот. Чтобы не было разобраться. Вот. Чтобы не было тяги человека в разные вектора. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok